Всем привет! Меня зовут Игорь, с нами наш оператор Иван Иванов. Сегодня мы будем обозревать виртуальную реальность, насколько это актуально и что же нас ждет в будущем. К нам приехал с Алиэкспресс за 10 долларов. Орлопа, очки виртуальной реальности. Так, давайте посмотрим, кто вам смотри. Коробочка, пультик для игр, пригодится нам. Также у пультика особенность, можно переключаться с Android и iOS. Раз, два, три, четыре кнопочки для игр, джойстик. Еще плюс две. Посмотрим, как будем играть. Так, первое впечатление очень качественное. Прямо вот эти вот серетиночки очень хорошо стоят. Зачем нужно? Интересно. Давай закрывать так, как поставить телефон. Телефон осуществляется вот таким вот образом. Сейчас покрытим. Также линзы двигаются. В зависимости от положения глаз, можно еще в левом-правом их подвигать. Так, вот и все. Переключаем Google на Android. Поставили батареечки, батареечки, батареечек не было. И как он включается? А он не включается. Хорошо. Переходим в приложение. Пару в лобку. А что делать надо? А что делать надо? Отсканить код какой-то походу надо. Подождите. На коробке. На коробке. Так. На коробке нет. Вот. На этой тоже. И что я должен делать? А что я должен делать? Слушай, может на пультике? А вот в пультике есть инструкция. И... И у нас тоже. Соломал читаю инструкцию. И вот что я должен делать? Переложение не работает. Окей, ребята. Так, он пишет, кстати говоря, он пишет, что он работает в Windows 4.0. Так, все, нашел Bluetooth. Нашел его. Все, я написал Connected. Так, что он делает? Что-то я не совсем не понял. Так, он что-то в приложении когда-нибудь управляет? А что конкретно? Может быть сейчас для этого приложения все будет работать? Ну, звук. Он, звук начал играть. И я не знаю, что я должен делать. Извините, но я не знаю, что я должен делать. Switch camera, flash light, и чем-то. Слушай, я не знаю, что делать вообще. Так, я не хочу это. Слушай, он мне пишет, смотри. Снимай экран. Смотри, что он мне пишет. You can download our remark from our website. А зачем мне это вообще? Ну да, но я не хочу это все, давай выхожу. И он просто выходит. Тут нет, это приложение как-то. Вот, заходим в приложение. Иии... Странно. Странная ерунда, бесполезная вообще. Ладно, поехали дальше. Поехали на YouTube, заценим какие-то видео. Так, мы заходим в YouTube. Так, минуточку, я думаю, тебе надо поставить на паузу. Итак, переходим в приложение YouTube. Давайте зайдем на видео 360. Так, 360 в высоком, он будет, он уже стримит видео. Так, заходим. Зато как будто, что надо. Велосипедисты. Красавчики. Так, вставляем его в Xbox. Просто катаются с утра на великов, потому что им так прикольно. Так, а где этот момент, чтобы посидеть? Поехали вот по этой дорожке, она... Блядь. Зажимает кнопку главную. Ай... Обидно, обидно, обидно. Он зажимает кнопочку, и за счет этого... Он не будет, что телефон так что-то. Та-дам. Это херня. Ну вот почему? Посмотрите, серьезно. Я зажал, получается, вот эту кнопочку, и он мне его просто перезагрузил. Правильно, так телефон ставишь с другой стороной и все. Ну такое, ну такое. Кстати говоря, сейчас я покажу обзор, я бы хотел бы сравнить его. Мы сейчас еще его сравним вот с таким Bobo VR Z4. Я покажу, насколько он лучше показывает и пишет видео. Потому что тут... Вот если реально взять Bluetooth, нужно вставлять телефон еще как-то. Тут это все намного проще. Элементарно нажимается, вставляется телефон. Все, больше ничего не нужно. Что-то мне телефон включу еще. Видео наше, скорее всего, потерялось. Так, переходим в YouTube. 360, высоком. Мы уже набрали. Мне очень нравится блог, высоком и топ, но снимаем. Так, 360 видео, 40, включаем, полный экран. Так, у нас есть вот такое вот маленькое, пост, в нижнем углу Cardboard. Мы нажимаем на кнопочку. Так, переходим до начала. И вставляем его. Так, ошибка не повторяет. Вставляем его на сторону. Ага. Тут вот есть полосочка, по которой его нужно поставить. Поставим. Поставим. Мы с вами сейчас едем на пряж Манхэттен, и я еще параллельно вам что-то рассказываю, сидя в мустре Ангелке. Вот, мы его по серединочке поставили. Все. Перископ подключил 360 в трансляции. Я уже по перископу. Можете меня посмотреть. Ага. И что ты думаешь, и он опять зажал кнопку? Он опять нажал кнопку. И выключил телефон. Итак, что же нужно сделать вот с этим вот, чтобы появилось нормально, и мой телефон не выключался. Делаем следующее. Оставляем только пунктик. И берем другой VR. С этим уже, думаю, никаких проблем не будет. Итак, что же мы делаем с Bobo VR Z4. Bobo VR Z4 намного интереснее. Проделаем то же самое. Заходим в Vilsacom. 360 Vilsacom. Вставляем наушники. Кстати, у этого VR-бокса есть наушники. Его цена вставляет где-то около 16 долларов. Вместе с пультиком отдельно он продается около 22 долларов на Алиэкспрессе. Вы можете его заказать. Ну, конкретно, если в магазин думал, что будет дороже. Итак, что мы делаем. Переходим на 360 видео. Вот, вы можете видеть на экране телефона, как это примерно выглядит. Теперь, проставляем так. Вставляем его вовнутрь. На камере может быть видно. Тут есть полосочка такая. И мы должны ее ровно по полосочке поставить. И закрываем VR. Вот так. И так. Смотрите. Вот эта штука крутит вперед-назад телефон, чтобы удобно было. А дальше вот сверху можно покрутить линзы, чтобы для каждого глаза в целом очень классно. Блин. Вау. То есть... Ох. Ух ты. Не, прикольно. Прикольно. Вы сейчас на телефоне увидите, вот как я кручусь и что я вижу. Это очень прикольно. Классно. Ой, в наушниках вообще забываешь, что тут находишься. Офигеть. Так. Нажимаем кнопочку. Так, конкретно у этого VR-бокса есть регулировка к громкости. Минус, плюс. Можно также отвечать на звонки. Есть кнопочка ОК. Вот эта кнопочка ОК, она очень интересная. Я сейчас покажу, как она работает. То есть вы можете нажать на нее и допустим запустить видео или поставить паузу. Эта кнопка физическая. Она нажимается тут и соответственно нажимает на экран телефона внутри. Сейчас мы когда разберем, я покажу более внимательно. Так. Если есть на видео. Вот. Мы нажимаем кнопочку. Вот это вот двигается. Если видно внутри. Так. Что же делает пультик у нас? Конкретно. А пультик вообще работает? Пультик у нас подключен через бутыл. Насколько я знаю. Пультик у нас подключен. Так. Что-то бурзло. Был подключен, а он включился. Походу. Ну вот. Включаем его. Ну вот. Включаем его. Телефон. Да. Достаем нашу музыку. Делаем то же самое. Ну серьезно. Ну come on. Блин. 10. Сколько? 10 долларов было стоило. И так. Проходим дальше. И давайте сделаем иззор на приложение. Стандартное приложение. Cardboard. Который предлагает Google. Так. Cardboard Games. Вставляем телефон. Вставляем телефон. Вставляем телефон ровно, чтобы он стоял. Так. Все. Надеваем, соответственно, Cardboard. Точечки в центре у меня сходятся. Все хорошо. Так. Стандартное приложение у нас. Tutorial. Tutorial. RF. DoorGift. XGB. Не знаю, что такое. Видео. Фотографии. И Arctic Journey. Так. Давайте перейдем. Так. Посмотрим, что тут есть. Так. Еще не запустилось. Ждем. Так. Это где я нахожусь? Ой, подожди. Где я нахожусь? Это горы какие-то. Ой. Ой, блин. Так, да, так. Так, да, так. Ну, такое на самом деле, блин. Интересно вообще. Очень интересно. Я не совсем понимаю, где я нахожусь и почему она не прогружает так. Четко. Так, ну, сейчас посмотрим. Я надеюсь, будет видно на видео, как она прогружает все. Но что-то она увагает и не проговлетит. Так, хорошо. Как выйти отсюда назад? Ха. А вот и первый косяк приложения VR. Вопрос, как я могу выйти, чтобы не снимать VR-Box. И вот мой ответ никак. Вообще никак. Я нажимаю несколько раз на кнопок в надежде, что я выйду, но не получается. Приходится снимать, вытаскивать и обратно. Кстати говоря, та же самая проблема с VR-ом. С VR-ом, потому что с YouTube-ом абсолютно такая же проблема. Ты не можешь сделать, не можешь посмотреть нормальное видео, другое какое-то. Так, давай я покажу, как видео смотрится в картборде. Так, сейчас. Так, что-то не хочет. Сейчас, минуточку. View in Cardboard. Нажимаем. Так, как же воспроизводится простое видео? А, прикольно. Вообще очень классно. Воспроизводится как простое видео. Как будто мы находимся в кинотеатре где-то. Руки, конечно, я не вижу. Это странное ощущение. Окей. Она крутится на театре и просто экран передо мной. Классно. Итак. Наверное нужно что-то сказать про этот VR-бок и для чего он нужен. Я считаю, что это игрушка, самая настоящая игрушка. Ни для чего другого эта вещь не нужна. Возможно, ради просмотра видео, когда сканцирован только на этом. Но какого-то будущего глобального, когда мы сможем включиться реально на этом, пока мы сия не вижу. Может быть что-то придумают. На данный момент игр реально серьезных нету. Реального что-то, чего бы я сказал, что вау, игра есть, я могу в нее проиграть нету. Есть всякие игрушки, где просто крутишь головой, но это ничего особо. Всем спасибо за треш-обзор VR-бокса. Ставьте комментарии, чего бы вы хотели увидеть от VR в дальнейшем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки или дизлайки. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok